Украинские звёзды решили изготовить подарок 8 марта собственноручно. Известные мужчины убедились, чтобы сделать приятный сюрприз, не нужно ни много времени, ни специальных навыков, а только хризантемы, губка – основа для букета, ну и, конечно, самые тёплые мысли о своих любимых. Я только сейчас понял, насколько это важно – сделать подарок своими руками. Пошёл, заплатил деньги – это легче всего. Класс, всё, спокойствие. А если сделать что-то своими руками, оно энергетику имеет другую. Это важнее. Александр Ксенофонтов – муж певицы Русланы, победительницы Евровидения 2004 года. Выложил цветы в форме восьмёрки. За работы делится секретами, как он обычно выбирает для любимой подарки. Нужно дарить такие подарки, чтобы ваши жёны становились детьми. Чтобы они радовались, как дети. И чтобы они видели и чувствовали, что этот подарок сделан с большой любовью. Когда они это почувствуют, вы будете ощущать себя ещё счастливее, чем ваша жена. Олимпийский чемпион по плаванию Денис Силантьев. Восьмого марта точно счастлив. Ведь ему обычно удаётся угадывать желания своей супруги. Всё только на внутреннем ощущении. То есть я думаю, что ей бы понравилось вот это. Я думаю, что ей бы понравилось вот это. Или, например, я знаю, или обращаю внимание, о чём она говорит, про что она больше всего говорит. Что бы ей хотелось, может быть, даже так. Вот на что она обращает внимание, когда ходит в магазины. Виталий Борисюк, муж актрисы Ольги Сумской, вспоминает свой самый оригинальный подарок. Это было давно, как раз, когда только-только наше независимое государство образовалось. И тогда был страшный дефицит с шампанским. И я ей на 8 марта подарил бутылку шампанского и киви. Никто не знал, что это такое и как его едят. Я и сам не знал, но оно такое симпатичное было. И в этом году подарок к 8 марта будет и симпатичным, и оригинальным, и незабываемым. Ведь не даром говорят, больше всего ценится то, во что вложена душа, и что сделано своими руками. NTD, Киев, Украина. Я надеюсь, это... Субтитры создавал DimaTorzok